В Тольятти существует уникальный творческий коллектив — хор мальчиков и юношей ладья. В мае ему исполняется 20 лет. Солисты хора являются участниками международных конкурсов и фестивалей, а его выпускники практически все поют в храмах, в том числе на архиерейских службах. Поговорим об успехах и планах творческого коллектива с его руководителем, заслуженным работником культуры Российской Федерации Галиной Девяткиной. И для этого перенесемся в Тольятти. На связь с нами выходит заслуженный работник культуры, руководитель образцового хора мальчиков и юношей ладья Галина Девяткина. Галина Николаевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Христос Воскресе. Воистину Воскресе, но хочется вас поздравить с этим предстоящим юбилеем. Хору юношей исполняется 20 лет в мае. Расскажите о ваших ребятах. Да, действительно, в этом году исполняется хору юношей 20 лет. Но выпускники вышли из хора мальчиков, которому в 2019 году исполнилось 25 лет. Именно хору мальчиков и юношей. Но отдельный состав юношеский был создан в 2002 году и впервые о себе заявил на первом сроссийском фестивале хору. Россия, Самарская лукая. Расскажите о творчестве коллектива. Где он выступает в основном? Ну, коллектив имеет большую гастрольную, творческую жизнь, конкурсную жизнь. И в течение 20-25 лет именно хору мальчиков юношей выступал на очень многих престижных фестивалях, конкурсах. Как в нашей стране, так и за ее пределами. И хор юношей – это выпускники, старшеклассники детской музыкальной школы номер 4 имени Владимира Михайловича Свердлова в городе Тольятти. Практически все наши выпускники являются певчими в храмах города Тольятти. И даже те ребята, которые уезжают из города, как правило, тоже принимают участие в храмах в тех городах, где они находятся. Какие ближайшие планы у коллектива? Ближайшие планы у нас очень интересные. Совсем скоро, 1 мая, мы уезжаем в город Москва, в нашу столицу. И мы попали в число приглашенных коллективов 11-го международного конкурса хоровых коллективов Кирилла и Нефодии. Хор юношей получил золотой диплом, хор мальчиковый юношей – серебряный диплом. И мы попали в число 11 приглашенных коллективов, которые выступят на галоконцерте лауреатов в Рахманевском зале Московской консерватории 2 мая.